Я Андрей Дмитриев Радвогин. Мы начинаем наше вещание из интеллектуального подполья. Всё, что авангардно, всё реалистично, модно и умно. Сегодня я расскажу о взаимосвязи изобразительного искусства и моды. Почему Ив Сен-Лоран обращается к творчеству Мандриана? Взлёт молодого перспективного Лорана – один из самых стремительных и успешных за всю историю модной индустрии 20 века. И несмотря на подорванное здоровье в армию, он с честью нёд с нами высокой моды и был ею коронован ещё при жизни. Шестидесятые. Время покорения космоса. Время революции и социальных перемен. Воланы и пышные юбки уходят в прошлое, уступая место торжествующему мини. Перед кутюрье новые вопросы. Как соответствовать времени? Для коллекции «Осень-зима 65-66» талантливый Ив Сен-Лоран создаёт серию простых платьев из трикотажного полотна, декорированных геометрическим рисунком. Чёткие деления на секторы. Доминирующий белый цвет. Разграничительные чёрные линии. Всё это дополнило вставками ярких цветов. Изюминкой конструкции нарядов стала техника, при которой все фрагменты будущего полотна собирались так, чтобы швы оставались в итоге скрыты от наших глаз. И вуаля, на Олимпе моды появляется платье под названием Мандриан. Почему платье? Замуток мужика. Мандриан, 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 Мандриан. Пит Мандриан. Авангардист. Художник-абстракционист. И первопроходец минимализма. Стал известен в 20-м годах. И именно к этому периоду обращается Лоран. Но почему? Авангард начала 20-го века обладал мощным утопическим порывом в будущее. Представлением о новом обществе, о новом человеке, где всё будет иначе и всё будет по-другому. Устремлённые выезд небоскрёбы, новая скорость жизни, новые мечты и возможности. Всё это порывает совсем старым. Искусство берёт на себя миссию нести эту идею своих авангардных полотнах, стихах, танцах, архитектуре и музыке. 60-е. Состояние постмодернизма, который позволяет создать калаш из моды, живописи, шедпотреба и музейных ценностей. Общество потребления ставит высокий идеал авангарда на конвеер, но тем самым не разрушая их, а актуализируя в космическую эру. Оказывается, освоение космоса и утопические чаяния 20-х имеют в общем ту самую мечту. Мечту о бесконечности космоса, технического прогресса, мечту о новом человеке и новом обществе. Прошлое мечтало о будущем. Будущее наступило и в свою очередь тоже мечтает о будущем. Но эти мечты уже прошлое. Это и есть движение моды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова